Дорогие коллеги, доброе утро. Хотел бы вас прежде всего поблагодарить организаторов этого митинга за приглашение и та тема, которая действительно очень важна для введения больных с раком лёгкого, по тем опциям, которые мы имеем для лечения метастазов мозг. И те возможности, которые мы имеем в области таргетной терапии, больные с немелкоклеточным раком лёгкого, они составляют определённый процент всей популяции больных. Если мы посмотрим на больных, которые имеют мутации ГФР, но они составляют примерно 40% и примерно 50% в группе больных имеют перестройки геналка. Почему же у нас такая разница в плане возникновения рака? Это может действительно есть различия, возникает там место различное, опухолевая биология. И мы должны учитывать, что, к счастью, в настоящее время, тем не менее, мы имеем хорошие АЛК-ингибиторы, которые помогают поддержать этих больных. И за то время, к сожалению, пока развивается этот ААК, может развиться и опухолевая метастаза в мозг, в головной мозг. В особенности перестройки гена АЛК могут повлиять на то, как будут действовать препараты в связи с тем, что имеется гематоэнцефалический барьер, который препараты могут преодолевать или нет. Так что здесь вот эта мутация может играть большую роль в лечении. Ну, хотелось бы рассматривать, что важно иметь в виду, когда мы лечим больных с ЭГФР-мутацией и с перестройкой гена АЛК. Вопрос в том, сколько больные смогут пережить на фоне такого лечения, которое мы применяем. И вы можете видеть, что слева вы можете увидеть, каков исход у больных с немелкоклеточным раком легкого и с метастазами в головной мозг. Вы видите, здесь классическая кривая, видите, здесь выживаемость только срок выживаемости 7 месяцев. И я вам покажу данные по больным, которые имеют перестройки гена АЛК. Вы увидите, что даже в присутствии предостазов головной мозг, их выживаемость, средняя выживаемость у этих больных 4-5 лет. То есть, эти больные переживают длительный срок. Это очень важно в нашей ежедневной клинической практике, которую мы должны учитывать также радиационным онкологам, которые обычно радиационная и лучевая терапия применяется в этих ситуациях. То есть, здесь можно рассматривать не только полную радиотерапию на весь головной мозг, но также можно также здесь иметь, при этом можно рассматривать, иметь в виду опасность развития когнитивных нарушений у больных. Но в особенности надо иметь в виду возможность перестройки гена АЛК, что является, в общем, меняет прогноз существенного у этих больных. В этих случаях надо рассматривать возможность локальной радиолучевой терапии больных в министерии Атаксиса. У этих больных, которые, что касается лекарственного лечения, то мы применяем различные препараты. Не имеется некоторой дискуссии о том, какие же собственные агенты следует использовать в том или ином случае. Абсолютно одинаковая примерная эффективность этих препаратов. Разница есть только по токсичности, по побочным эффектам. И вот разные препараты очень плохо проходят через гемотенцифалические барьеры, поэтому они не особенно действуют на эти метастазы. Данные представлены в прошлом году на ААСКО. Это исследование, которое здесь указано, АЗД-379. И были получены результаты, некоторые данные, которые, данные по фазе 1-исследовании, что, тем не менее, были получены убедительные результаты препаратов ТКИА и ингибиторов ТКИА. И в этих случаях тоже. Здесь речь идет именно о разнице в прохождении гемотенцифалического барьера в плане того, что препарат является эффективным в этой ситуации. И что касается чувствительности больных, ответа их на препараты ТКИА и ингибиторов, и связи с их соответствием... И вот это название препаратов Зенека. И это наиболее интересные препараты, с того, которые мы имели этот агент, он способен проходить гемотенцифалический барьер. И у нас имеются четкие доклинические модели, которые доказывают возможность этого. И также мы в некоторых животных моделях получили доказательство того, что он очень хорошо проходит мозг, этот препарат, вот с этим названием. И, переходя до клинических моделей, клинические мы... Были получены данные, изложенные на митинге АСКО. Были проведены исследования, одни из этих больных были... Они получали вот этот препарат, а другие получали другими обычными препаратами. У них развилась так называемая лептоменингиальная болезнь, то есть отражает наличие метастазов мозга. И очень трудно их лечить, этих больных. В другом исследовании больные получали... Они получили очень хороший ответ у 21-го больного, где был подтвержден, по крайней мере, частичный ответ. Это достаточно длительная... Достаточно большая длительность ответа тоже была отмечена. Эти данные, которые мы имеем, на текущий момент, она заставляет нас верить, что эти агенты, они... В недалеком будущем нашей первой линии стандартной терапии у больных с метастазами, даже в случае определенных мутаций. Мы, кроме того, использовали еще один препарат, который уже примен... Это хризотениб. Хризотениб начали уже... Уже использовали, начали использовать впоследствии в этом же исследовании. Я показываю сейчас только половинку этого слайда. И хризотениб можно сравнивать более с терапиями с трексатами, такселем. И вы можете здесь видеть хороший результат. Тот выигрыш, который получается от применения хризотениба. Достаточно хороший результат метаанализа. И дальше... Фаза 3 исследования с хризотенибом в качестве первой линии терапии. И вот это исследование, опять-таки, это люди, которые... Те, кто не видит заголовка, Вот я хотел бы опять, да, Извиниться за качество изображения. Ну, да, я бы... Да, хотел бы попросить Персонал несколько... Улучшить Проекцию кадра. Так вот, Тот препарат, который использовался здесь, он... Это контрольное значение головного мозга. Ну, вот, наконец, хорошая картинка. Это... Эти контрольные значения для... Для... Метастазов у мозг. Эти данные показывают четко, Что хризотениб имеет некоторой активности В присутствии, При наличии мозговых метастазов В клинических исследованиях, В проспективных исследованиях. Но в некоторых... Но... 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 Но и также... При некоторых респективных исследованиях он тоже показал свой эффект. Что касается других... Других результатов. Вот был сделан такой тотальный анализ. В журнале «Клиническая онкология» он опубликован. И... Были проведено сравнение двух исследований. Профайл. И... И до этого нелеченные больные с метастазами в мозг. Была получена... Беспрогрессионная выживаемость. Была более высокая. С внемозговым было по сравнению с внутримозговой локализацией опухоли. И что касается нашей практики. Это важно для нашей повседневной практики. Больные в этой ситуации и при перестройке АЛК-генов им лучше давать радиотерапию, лучевую терапию. Им лучше давать хризосинип тем больным, которые имеют метастазы в головной мозг. Которые больным, которые уже были до этого облучены. Другой важной концепции таргетной терапии. И, конечно, о которой здесь поговорю. Здесь это... В плане хризотениба. Это... Это лечение за... Вне прогрессии. За пределами прогрессии. И здесь... У нас здесь... Здесь провели исследование двухвариантное, двухгрупповое. И... Используя такой подход. У нас есть доказательства того, что мы имеем позитивное воздействие на длительность... На длительность жизни больных. Несколько лет назад это было опубликовано. Также мы провели мета-анализ исследований профайл 1001-1005. И показалось, что больные, у которых получали хризосинип. И что у них получен позитивный эффект на выживаемость. Но это... Это так и для больных с... Внутри черепной локализации опухоли. Даже у этих больных... Хризосинип... Хризосинип показывает позитивный эффект. Так что все эти данные указывают на то, что... На потенциальную эффективность хризосинипа даже в группе больных... Даже с метастазами в мозг. Если мы предлагаем этот препарат, то в любом случае необходима лучевая терапия. Иногда следует выбрать лучевую терапию. Но мы в этом плане несколько консервативны в плане лечения больных. И мы иногда применяем и локальное облучение места и облучение всего мозга. Поскольку в этом случае, как я уже говорил, существует опасность конъективных нарушений в дальнейшем. Новые АЛК-ингибиторы... Они... Представляется... Такая возможность того, что эти препараты... У них есть определенный клинический выигрыш. Даже если препарат проходит гематенцифолический барьер, то именно в этом случае препарат оказывает особый клинический эффект по этой причине. По этой причине он более эффективен, чем хризосинип в отношении метастазов мозга. Вот те данные, которые показаны вдалеке... АЛЕКТИНИБом. Но вот я сейчас пока не представляю данные с АЛЕКТИНИБом. Представлена АСКО. Это только часть результатов, которые были получены. Часть и представлена АСКО. Когда мы посмотрим на эти данные, опубликованные в 2015-2016 годах, здесь до 70% ответа на терапию. С этим препаратом очень хорошая активность. Также впечатляющая активность препарата получаем с другим препаратом. АЛЕКТИНИБ – это другой АЛК-ингибитор. Это очень интересный препарат, поскольку он, кажется, представляется эффективным. И мне кажется, что он эффективен. Влияет на вторичные мутации, которые... Он влияет на вторичные мутации, которые возникают в этой ситуации. И было произведено исследование брикодениба, исследование в различных дозах. И здесь мы можем оценить эффективность брикодениба. И до 70% больных, особенно при высокой дозе, то есть дознозависимый эффект. И доза, которая, вероятно, более эффективна – это 100 мг. Это доза, которая выбрана компанией, производителем для дальнейших исследований. И другой весьма вдохновляющий препарат – это лорлатиниб. Это мощный ингибитор АЛК, а также ингибитор этих активных кислородных радикалов. Или гена РОС-1. И может быть использован у больных с метастазами в мозг. Он тоже может проходить гематенцифалический барьер. И первичное указание есть на то, что этот препарат станет стандартной опцией у больных с немелкоклеточным раком легкого. Но вот и выводы, что метастазы в головной мозг чаще возникают у больных с вот этими мутациями ГФР и АЛК. И у этих больных. И АЛК является негативным прогностическим фактором. Больные с АЛК-мутацией выживают длительное время. Особенно если мы проводим лучевую терапию. И есть несколько новых важных очень препаратов перспективных. Которые показывают очень впечатляющие эффекты именно при мозговых метастазах. И я думаю, что будут еще результаты в ближайшие годы. Спасибо. Очень большое спасибо за вашу презентацию. У меня есть вопрос, касающийся облучения. У облучения у больных при ИГФР и АЛК-мутации у больных в ОСДН и карциноле. Каково ваше мнение? Можете ли вы начинать ИГФР и АЛК-терапию в этих больных? При симптоматических метастазах в головной мозг. И есть ли у вас хорошие результаты по выживаемости у этих больных? Здесь облучения дают риски в свете того, что есть опасность когнитивных нарушений. Вот каково ваше мнение по балансу этих видов терапии. Когда мы обсуждаем эту ситуацию с мозговыми метастазами. В чистых клинических условиях это должно быть чисто индивидуальное решение. В каждом данном случае. В целом, однако, если мы имеем больного с симптоматическими метастазами, мы должны обязательно получать радиоторию. Если же у него симптоматическая пока ситуация, то мы принимаем во внимание, что у нас есть препараты доступные. А эти препараты в основном не оптимальны. Плохо проходят в головной мозг. Поэтому я не могу рассмотреть, рассмотреть на стадии лоралектиниб. Вот то, о чем говорилось. Мы имеем в виду те препараты, которые у нас сейчас есть. И в том случае, если можем сделать стереотоксическую локальную терапию, я предпочитаю локальную стереотоксическую лучевую терапию. Или я даю. И в таком случае мы как-то достигаем все-таки таргетного какого-то эффекта. В ряде случаев имеется достаточно сложная ситуация. Но если у нас есть множественные метастазы, и больной может стать симптоматически, то логично этому больному предложить все-таки радиационную терапию перед тем, как начинать лечение химией. Но это сочетание. Это обычный вопрос, который всегда возникает. Проблема только с терапией на цельный головной мозг. Поскольку стереотоксическое лечение тоже несколько другое, требует спецподготовки и так дальше. Вот почему я бы не советовал применять слишком широко облучение всего головного мозга. Но, с другой стороны, мы теперь уже в руки получаем постепенно препараты с хорошим поднепновением гематосфалического барьера. Тем более, вот надо учитывать этот фактор.